То, что происходит в исправительных колониях, и в частности в данном исправительном учреждении, это больше похоже на содержание животных в клетке. Пару месяцев там, это как три года в СИЗО, я вам так скажу. Если взять по соотношению жизни там. Софиевский район, село Макарты. Здесь находится исправительная колония номер 45. Согласно официальным документам, это учреждение для осужденных, которые имеют группу инвалидности или нуждаются в медицинском сопровождении. Здесь нет пожизненников или совершивших особо тяжкое преступление. Заключенных содержат в так называемых бараках, а не тюремных камерах. В 2021 году именно Софиевская колония номер 45 попала в список лучших тюрем Украины по соблюдению прав человека. Как вы уже догадались, если бы это было так, мы бы здесь не находились. Это Криворожский отдел расследований и сегодня о козлах на зоне. Криворожский отдел расследований и сегодня о козлах на зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы показали это видео подписчикам 31 января. К нам кадры попали от одного из бывших заключенных Софиевской исправительной колонии номер 45. Он пожелал остаться анонимом. Тюремный беспредел происходит в карантинном блоке, где персонал учреждения встречает этап. Другими словами, новых осужденных. В нем оказывают радушные группа заключенных, мочатся на лица осужденных и снимают это на видео. Зачем, спросите вы, чтобы изначально взять на крючок новоприбывшего на зону и шантажировать при любом удобном случае? Ведь по тюремным законам самое худшее для заключенного это быть опущенным. Все просто. Есть три цели. Первая цель – это, знаете, прихватить, взять на клестер или, как еще говорится, замотать в целлофан, чтобы нигде ничего не разговаривал. Чтобы был мягенький, как гуттаперчевый. Понимаете? То есть, чтобы мог выполнять все их пожелания под угрозой, что видео где-то вылетит в соцсети или еще что-то опозорится. Но вы же понимаете, что это вообще ломается судьба человека. Человек встает, ноги вешаются и вскрываются. Но это не просто. Для мужика, тем более в этих стенах, это все. Это потерял, это все. Ну, что и как дальше жить, непонятно. После того, как к нам попало видео издевательств над осужденными, первое, что мы сделали, нашли бывших заключенных колонии 45. Многие из которых живут в нашем родном Кривом Роге. Они нам и рассказали, кто же на видео мочится на этапированных. Все фамилии и имена мы перепроверили. Такие люди действительно содержатся в 45-ке. Это же впоследствии подтвердит и начальник колонии. Который обсыкает в красной кофте. Это Быков Иван Александрович. Он сам с Кривого Рога погонял у него быча. Который снимает, которого зовут Рома. Это Ван Болт. Роман, по-моему, тоже Александрович. 87-го года он. Погонял у него Болт. Потом Алима. Это Шоуха Лавки был этим дневальным. Кривобоков Дмитрий Юрьевич. Конягин. Игорь Владимирович. Это этот. Дневальный первого зама, короче, был. И Еревенко Сергей Сергеевич. Это завхоз восьмого. Ну, так же сам он по совместительности подменяет своего дневального. Ну, первого зама дневального. И Григоряченко есть такой. Денис. Григора погонял у него. Ну, Григоряченко, я не знаю. Он днепровский ваш. Тоже он там пожарник. Короче, сейчас там он завхоз в столярке. Короче, это. Вот это тоже ходит, встречает этапы. Что же это за группа осужденных? И какую функцию она выполняет? Рассказываем для тех, кто далек от тюремного мира. Итак, колония номер 45 считается красной. Это значит, что укладом в тюрьме управляет администрация, руками избранных же ею заключенных. Как правило, в список активистов, так их называют в тюрьме, попадают крепкие молодчики спортивного телосложения, которые могут силой воздействовать на других жителей лагеря. На тюремном жаргоне их называют козлами. За работу на персонал колонии такие заключенные получают поощрение. Например, хорошие условия проживания, передачки, водку, сигареты и даже наркотики. То, что мы видим в видео, осужденные, которые это делают, это инструмент. В некоторых случаях поставлены в такие рамки, а в некоторых просто тоже наркоманы или там какие-то своими пристрастиями. И они помогают администрации взамен на подобного рода действия, опускание людей, вымогательства и так далее. Там разрешали меня на праздники чай бухнуть, водки, чай травы покурить, шашлыки пожарить. Ну, такое, короче, разрешали. Но мы в основном платили деньги. За то, что я держу порядок, я, например, там осужденного подозвал до себя, там, давай там, хочешь там выпить или что там, праздник. Он там говорит, например, да, хочу, что для этого надо. Я говорю, там, например, столько-то, столько-то, 500 тысяч, ну, что там. Все, я пошел в штаб, договорился с опером или первым замом, короче. Ну, естественно, там и начальник, все в курсе. Шокирующее видео издевательств, которое мы опубликовали в конце января, прогремело на всю Украину. А информация дошла аж до Министерства юстиции. Спустя неделю после обнародования, унижений, проверять колонию прибыла специальная комиссия. Ну, и мы вместе с ней. Они погибли, они ставят нам полден тесты. У нас ковидка только вольная. Мы уже показываем. Мы можем взять и остальные документы ваших у нас ковидцов. Вот и паспорт. Далее аспект, который въехал 72 часа на сусі. Шановные, где это заозначено? У нас есть сертификат. Покажите мне закон, что у вас есть. Шановные, покажите мне закон. Не маю такого наказа. Вы сейчас будете порушивать закон. Мы имеем право сертификата. Мы запи на территорию установим. Наверное, без сертификата. Это члены спецкомиссии. Правозащитники и журналисты пытаются попасть в колонию, чтобы пообщаться с персоналом и узнать о возможных пытках в тюрьме. У всех с собой паспорта, удостоверения и зеленые ковид-сертификаты. Два часа ожидания на пункте пропуска, несколько звонков с жалобами в область, прокуратуру, полицию и мы внутри. Начинаем с корпуса, куда прибывает этап. Любопытный факт. Новых осужденных доставили в колонию 26 января. Здесь, в карантинном блоке, они должны пробыть две недели. Как видите, тут ни души. А теперь обратите внимание на интерьер в карантинном блоке. Кажется, ранее мы его где-то видели. Пол, стены и даже табличка «Кипяченая вода». Именно здесь группа заключенных унижает и издевается над новоприбывшими. И снимает это на видео. Персонал тюрьмы не может не быть в курсе, ведь в карантинном блоке обязан находиться сотрудник учреждения. Насколько я знаю, исполнители – это те люди, которые напрямую работали с администрацией. Соответственно, администрация несет ответственность за то, что происходит в колонии. Это не обсуждается, это пытки, это моральные издевательства, унижения. Я могу только представить, что там осталось за кадром. За этим не может не стоять руководство колонии. Ну, просто вот априори. За всем, что происходит в такого рода пенитенциарной системе учреждениях, стоит всегда только руководство колонии. А вот и руководство – Александр Цибулько, начальник колонии номер 45. Эту должность занимает несколько лет. До этого работал первым замом тут же прибывшим руководителем Владимире Халавка, который ушел на повышение в область. Александр Цибулько не подтверждает, что видео с унижениями снято в 45-ке, но и опровергать не берется. Конкретного ответа ни на один вопрос начальник Цибулько не дает. Мереж в интернет потрапило видео, возможно, катывание на людское поводление одного засудженного до других засудженных. И, судя по таблисти и по обстановке, я бачу, что оно происходило тут. Вы можете как-то сказать? Дивите, я же не правоохранительный лагерь, я рассказываю. Вы не знаете, что происходит в уверенной вам территории? А что это за вопрос? Обычный вопрос. Это что мне не надо, я все знаю. А вы не знаете, когда происходят подобные случаи в вашем учреждении? Давайте мы сначала подтвердим, что это было в нашей установке. Вас не винтажит, что в том видео, например, та табличка, кипяченая вода, вот эта подлога, она... Это идентичная. Это идентичная. Если вы скажете, что десь такое можно подробить, то подобное, ну... Дивите, все установки в Украине, они еще будывались при радянской владе. Да, все они были в однотипе, все, да, едино. Одни и те же модели. Поэтому я не выключаю, что это было в нашей установке, а вообще в нижнем месте. Быков Иван Александрович. Есть в установке, где есть? Ванбут Роман Александрович. Есть. Кривобоков Дмитрий Юрьевич. Есть. Конячин Игорь Владимирович. Конягин или Конячин? Конягин. Конягин, Конягин, есть. Ревенко Сергей Николаевич. Григоращенко Денис Александрович. Есть. Вот тут у вас все бывают. Да, да, да. Нам не показывают все бараки, а ведут в медчасть. Судя по всему, образцово-показательный блок. Здесь для жизни осужденных по меркам тюрьмы шикарные условия. У одного из обитателей есть даже две тумбочки. У тебя вот дурочка, кофе там подогреть, водичку подогреть. У тебя, смотри, тут все хорошо, все красиво. А там два заключенных, у них пустая камера, две койки, два матраса каких-то и одна тумбочка на двоих, которая разваливается. А у тебя две тумбочки. Разные палаты. Есть, 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 и не хватает. А есть еще такие палаты? А есть еще такие палаты? Еще такие, к примеру, такие палаты, которым помогают родственники, где один человек живет. По причине? По этой причине не хватает, потому что у тебя две тумбочки находятся. Возьми одну тумбочку от таркани. Или нельзя? Конечно, можно, еще нельзя. Упс, а что же это? Неужели заточка? Она заточена под нож. Это как понимаете? Можете объяснить, пожалуйста? Она не заточена. Так какая разница? Ну, это можно? Или нет? Не знаю, они будут составлены у тебя. Ну, так, ну, окей. Сейчас мы найдем еще тут бритвы с лезвием. Такое тоже можно? Во время съемки в колонии один из заключенных передал мне письмо. Пока не видели сотрудники тюрьмы. Здесь 8 страниц. Его автор Сергей Анаприенко, инвалид второй группы. Переселенец из Луганской области. Люди, это же абсурд. Это же издевательство над человеком, инвалидом. Я не в состоянии даже принимать пищу, так как не могу дойти до столовой, где принимают пищу. Я неоднократно обращался к уполномоченному по правам человека. Отписки, советы и ничего более. Где же гуманность и человеколюбие? Выходит, что жалобы Сергея и просьба о восстановлении документов администрация тюрьмы даже не высылает в Министерство юстиции. А просто выкидывает в мусор. А ведь вскоре осужденный выйдет на свободу, не имея паспорта, ни документов о группе инвалидности. И ему с этим всем надо будет начинать новую жизнь. Еще со мной вышел на связь находящийся в Криворожском бублике Валерий Жаров. Его ждет этап как раз в 45-ю колонию. Он пишет письма в Министерство юстиции с просьбой не отправлять его туда. Говорит, что готов отбывать наказание в любой другой тюрьме. И вот почему. У меня холомка занаряжалась сейчас на 45-ю колонию. Валерий Жаров ждал приговор в Криворожском бублике. И по его словам, такого беспредела там нет. Это подтверждает и бывший начальник СИЗО Сергей Качковский. Его стаж работы в тюрьмах более 30 лет. Он даже не может поверить, что администрация 45-й колонии могла допустить подобное. Места лишения свободы это же специфические учреждения. Там без присмотра никакие действия не могут происходить. Везде же администрация. Представители колонии смотрят за своими объектами. И что-то произойдет, я не знаю, что такое могло случиться. Я не верил, не верю и до сих пор не верю, к сожалению, что такое могло случиться. Как по мне это, как ТикТок делают, что-то показательное, чтобы прославиться. Теперешний руководство, к сожалению, я не знаю. А предыдущий руководство знаю только с хорошей, с положительной стороны. И чтобы они допустили такое, у меня даже в голову не укладывается в голове. В колонии 45 отбывают наказание более 300 заключенных. Это своего рода мини-город, в котором есть своя больница, магазин, распорядок дня и даже работа, за которую осужденные получают ежемесячную зарплату. Название учреждения «Исправительное» говорит само за себя. Здесь преступников должны исправлять и воспитывать, а не издеваться, бить и унижать. А теперь представьте, что происходит с человеком, который на протяжении многих лет подвергается пыткам. Перестанет ли он быть преступником и захочет ли исправиться или же выйдет на свободу и выплеснет в общество подавленную агрессию и чувство унижения. Ведь все бывшие заключенные живут среди нас. Продолжение следует... Сразу, как мы узнали о беспределе в 45-й колонии, отправили обращение в разные инстанции, а некоторые развезли лично. На часть из них ответ уже есть. И он радует. Криворожская окружная восточная прокуратура открыла уголовное производство по статье 392. Действия, которые дезорганизуют работу учреждения выполнения наказания. А в Министерстве юстиции начали служебную проверку всех сотрудников колонии и создали для этого специальную комиссию. Мы же будем следить за результатами всех этих расследований и не позволим спустить на тормозах. Подписывайтесь на YouTube-канал своих. Мы больше, чем СМИ. СМИ.